началось белый дом представил концепцию регулирования криптовалют сша банк россии открыл вакансию блокчейн разработчика не прошло и 15 лет назовем это так а биткойн при этом смотрится по медвежьи ребята на трехдневном таймфрейме вот от самого еще сюда как вы можете видеть сетка и мои риббон у нас выступала в качестве сопротивления и мы от нее каждый раз отвергались вниз и сейчас многие спекулируют что это тот же самый момент когда мы спускаемся ниже и действительно выглядит очень шартово и все остальные рынки фондовый рынок там металлы все остальное все валится и да вот у нас есть серьезный блок но посмотрите во первых на объемы на бинансе вообще когда-нибудь видели такие объемы на биткойне у нас с вами рекорднейшие объемы за всю его историю вот почему важно смотреть на бинансе именно объемы потому что когда мы смотрим на битстампе там объемов естественно нету поскольку с биржи с каждым новым циклом размываются клиенты вот пик ее был вот здесь в тринадцатом году и потом как мы видим с вами уменьшающиеся объемы с каждой новой появляющейся биржей как вы понимаете вот она бинансе объемы не врут потому что там сейчас они самые большие как мы знаем из коинкэпа поэтому смотрите-ка объемы разворотные потом говоря про эту сетку и мои риббон посмотрите в прошлый раз вот она перевернулась медвежью сторону на третье на трехдневке только уже под конец грубо говоря медвежьего движения где надо было заходить в лонг как раз в этот раз она перевернулась и мы очень долго не можем ее пробить ну вот здесь был ложный пробойчик один ну и все кстати сильное движение тоже было было w но ложная сейчас рисуется w возможно что не ложная и на всех этих ожиданиях шартистов мы пробиваем таки сетку и начинаем лететь это все еще на балансе вероятности несмотря на то что мы выглядим по медвежьи еще раз говорю у нас такие разворотные объемы нас может в них колбасить мы все еще можем сделать сквиз вниз несмотря на то что мы держимся на очень важном уровне на предыдущем all-time high мы от него очень классно отскакиваем на более младших таймфреймах посмотрите сами мы его по крайней мере удержим мы конечно от него не в том смысле что очень сильно отскакиваем но в том смысле что мы его удерживаем пока что каждую попытку пробоя как вы можете видеть но опять же по правилам теханализа чем больше мы трёмся уровень и поджимаемся к нему тем вероятнее он будет пробит вниз поэтому мы можем все еще сделать вынос вниз но я думаю что такую свечку от купят сразу же быстро и начнется взрывной очень резкий рост не знаю насчет такого но вы поняли мысль ну какой-то вот такой короче чтобы никто не успел купить вот что может произойти с биткоином это всего лишь мое мнение не финансовый совет дисклеймер если вам нравится такой контент не забудьте пожалуйста пропампить лайки подписаться на канал мы с вами вместе только что пробили 93 тысячи подписчиков ребята огромный вам за это респект и уважуха поэтому не забудьте жамкнуть на кнопку подписаться и на колокольчик чтобы не пропускать следующие апдейты так что же делать спросите вы давайте взглянем под другим углом все-таки шартово-шартово но очень много сигналов того что это дно и по биткоину мы видим еще что у нас есть в принципе в линейной шкале что у нас есть в принципе ускоряющаяся парабола в долгу то есть еще с семнадцатого года вот у нас видите лои все время поднимаются возможно что этот лоу тоже будет подниматься относительно предыдущего и также потом мы увидим еще более ускоренную параболу вот такую вот куда-нибудь на 100 тысяч возможно возможно вот и когда все паникуют и ждут дна естественно надо покупать вы знаете о чем я говорю в долгу такая стратегия побеждает это больше инвесторская стратегия конечно потрейдить вы всегда можете по хеджироваться какими-то сделками на бирже например на нашей любимой бирже фемикс где я сейчас набираю короткие лонг сделки то есть что такое шартить можно грубо говоря и в лонг шартить тезер потому что сейчас мы очень перепроданы но эти сделки я не хочу сдержать долго это чисто скальперские сделки причем на бирже аудио btc эфир дэш вот я набираю потихонечку лонговой позиции но самое важное что вы можете сделать ребята по таким значениям по биткоину это конечно же просто его накапливать надо это понимать просто его накапливать в долгую на холодном кошелечке и не продавать ближайшие лет пять десять вот поэтому чё сейчас локальный лонг глобальный тоже лонг но никто не мешает вам шартить если вы хотите хеджироваться чтобы не сидеть в просадке пока вы в лонге знаете ведь как бывает купил биткаун сразу падать начинает падла у всех так и слабые руки не выдерживают те кто кормит нас с вами те кто кормит рынок они купили он начал падать они его продали здесь еще дешевле так делать нельзя нельзя можно делать как падает докупаем 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 отскочили продаем продаем частями продаем здесь 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 выходим плавно из позиции вот этот трейдинг упали снова можно чуть-чуть докупить отросли снова чуть-чуть продать вот трейдинг и трейдинг на нашей любимой бирже Femix тоже очень удобный на самом деле. Я сейчас делаю по ней новый обзор. Тут также можно торговать золотом, если вы не в курсе. Я вот сейчас присматриваюсь к золоту как к хеджевому лонгу, потому что золото просто неприлично. Долго стоит в боковике, уже лет 10, и держит сейчас очень важный уровень. И прямо сейчас его, на мой взгляд, ложно пробило. Вот этот уровень 1680, 1700, 1690. На мой взгляд, да, вот этот уровень. Это ложный закол с выносом стопов, потому что здесь все заходили в лонг, ставили стопы, сейчас их соберут, и золото просто должно показать неистовый тузамун. Даже если не сегодня, то, грубо говоря, там через полгода, год-два. Понимаете месседж? Поэтому интересно выглядит золото, но что там с риплом? Давайте глянем. Я до того, как писать это видео, чекнул рынок. А, XLM, кстати, тоже. XLM тоже начал шевелиться, а на 12-часовике просто он валяется на днище, даже под дном, по сути. Вот у него дно, вот у него дно, вот дно, он на третьем дне. А на ближайшем рассмотрении он начинает пампить. Вот XLM, USD. И Ripple, я подозреваю, что тоже. Да, Ripple уже на 12% пампанул. Ребята, как всегда, помните, мы говорили с вами несколько раз вот все это падение, что забытые монеты типа Ripple, Dash и прочее-прочее начнут стрелять. Вот мы это и видим. Они берут и начинают разворачиваться. Конечно же, периодически мы видим ложные развороты с вами, но чем больше этих разворотов ложных по пути вниз, тем, соответственно, увеличивается вероятность того, что следующий будет не ложный. И по Ripple, что можно сказать, 30-ти минутка. Вот у нас есть сопротивление, которое мы уже пробили. 4-часовик. Давайте лучше на трейдинг-ю переместимся. Здесь более красиво все видно на графике. Во! По Ripple на Binance заходят опять же большие объемы на 30-ти минутках, и мы видим четкую разворотную динамику после свечки капитуляции и продаж. Посмотрите, вот у нас была капитуляция. Вот от нее дошел шлейф. И, собственно, сейчас заходят хорошие объемы. Поэтому, на мой взгляд, Ripple тоже to the moon, ребята. Да сейчас, в принципе, любой щиткоин to the moon намечается, потому что, как я уже сказал, биткоин трется на важном уровне. Отскакивает от него уже в который раз желтая точка. Как и, кстати, график доминации. В прошлых своих оценках я был неправ, что мы идем сразу сейчас в зону альтсезона. Напоминаю вам, что вот эта зона альтсезона, если мы туда провалимся. У нас туда был ложный закол. Потом я говорил, что вот это ложный вынос. А на самом деле, смотрите, возможно еще, что это ложный вынос, и мы идем сейчас в альтсезон. Но также возможно, что мы увидим еще большую коррекцию к этому падению и вернемся туда позже. Но я думаю, что это больше связано с тем, что эфир за последние сутки просел сильнее битка. Этот отскок связан именно с этим, поскольку в эфире большая часть капитализации альткоинов. И это мы видим на графике эфир BTC. То, что он падает, пробивает трендовую. Как и на графике Raven BTC, Raven USD. Мы видим, что Raven тоже падает и пробивает трендовую. О чем, кстати, я говорил вам в нашей телеге, ребята, когда он только-только это делал. Поэтому обязательно проверьте подписку на наш телеграм, ссылка на который тоже в описании. Вот. И что тут скажешь-то? Пробили они все и летят вниз. Но при этом посмотрите на тот же Dash BTC. Dash BTC не пробил параболу, потому что ее еще не было. Dash BTC удерживает восходящую поддержку. И в целом, глобально, если вы отдаляетесь, понимаете, что он удерживает очень важный уровень, который тянется еще вот отсюда, с 2021 года. Рисует двойное дно. Очень долгое, затяжное, трудное для всех ходлеров. Двойное дно. Напишите в комментариях, верите ли вы в To The Moon Dash, такой же, как мы видели To The Moon Dodger, To The Moon Classica и всего остального. Ну и я думаю, что у меня на этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Обязательно пампим лайки, пишем, что думаем, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok